Живи Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко, людям, которые отдали свои жизни за свободу мою, вашу и всех тех, кто борется с этим диктатором Лукашенко и диктатором Путиным. И вот сегодня, 19 ноября 2021 года, стало известно, что фактически под поводом какой-то якобы аварии на кабельных сетях, которые поставляют интернет-ресурсы запада и на запад, уменьшили интернет-скорость. С литовского, с литовских ресурсов, и теперь в Беларуси очень трудно посмотреть какие-либо ресурсы литовского расположения в интернете. И вот хотел бы высказать свое такое мнение. Это сделано для того, чтобы люди не имели возможности сравнивать информацию, которая поступает по белорусскому телевидению, или в белорусском сегменте интернета, с более демократическими и имеющими другой взгляд, точными зрения, такими как присутствуют в сегменте литовского интернета, да и вообще западного. Вот такое мое субъективное мнение. А вы вот как считаете? Напишите в комментариях ваше мнение. Картофельный лось, который управляет Беларусью, который узурпировал власть в Беларуси, реально думает сделать из Беларуси Северную Корею, замедляя интернет, фактически доводя Беларусь до того, что ее ограждают стеной. Вот напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу.